А ну что ж, а what's cooking good looking? 94-летняя старушка затравила свою невестку за слишком глубокий реверанс В ответ на это невестка увела из семьи ее внука, хорошего мальчика Кто прав и признает ли бабушка своего правнука, узнаем прямо сейчас, не переключайтесь Всегда мечтала, так сказать А интервью Меган Маркл и принца Гарри прямо располагает к такому тону Сегодня расскажу, почему это интервью вызвало такой широкий резонанс Все его обсуждают Есть ли расизм в королевской семье Как монархия может довести до суицида И какими английскими словами все это описать И раз уж у нас есть британский эксперт Джордан Который знает, ну как реально в Британии восприняли все это интервью Мы ему тоже позвоним и спросим, что он думает на этот счет Так что с вами Таня Старикова, онлайн школа английского языка Skyeng И нескучный английский, поехали Па! Для тех, кто не особо интересовался или знает о королевской семье только по сезонам сериала Корона Краткая справка Принц Гарри и Меган Маркл фактически вышли из королевской семьи Еще год назад, в двадцатом Тогда же в январе появились чудесные слова типа Глагол, который описывает, что ты ценишь свое эмоциональное психологическое состояние И уходишь из неблагоприятной среды Так вот, у Гарри и у Меган был как бы год на то, чтобы одуматься Остановитесь! Но они не одумались и поэтому с февраля, вот с этого Лишились всех своих официальных званий, а еще королевской охраны и финансирования Королевская охрана звучит реально, как из бременских музыкантов что-то Охрана! И конечно, очень много шуток о том, что 36-летний Гарри съехал от бабушки Но, оказывается, не все так просто, как выяснилось в интервью, которое Меган и Гарри дали Опре Уинфри Потому что, с одной стороны, они показывают на какие-то тонкие места в нашем обществе И на расизм и на все на свете Но, с другой стороны, девочка шла в семью с определенными правилами Которые не просто так как бы с бухты-барахты взялись, они вековые И ты же понимала, что ты выходишь замуж за принца Но, в общем, сейчас будем разбираться, какие мнения на этот счет есть И что там заставило весь мир это все обсуждать уже Сначала с Опрой беседовал только Меган и раскрыл довольно интересные подробности знакомства ее с королевской семьей И большие вопросики к Гарри, почему он не рассказал своей на тот еще момент невесте Меган о том, чем занимается королевская семья Cost-driven work – это работа, связанная с благотворительностью Как раз, собственно, большая часть того, чем занимаются члены королевской семьи То, что объединяло Меган и Гарри Или, как сказала Меган И оказалось, что королевская семья настолько королевская, что все их ритуалы, которые они проводят публично Fanfare, их еще называют, типа вот эти вот пафос почести Так вот, их еще нужно и в узком кругу соблюдать Опять же вопрос, почему Гарри решил подготовить Меган к встрече с семьей за пару минут до нее Так вот, как мы все думали, что это fanfare А оказывается, curtsy – реверанс – это часть их домашнего общения Просто привет, бабуля А с curtsy – реверансом у Меган, как бы, не заладилось В общем, как вы уже поняли, основное посыл интервью о том, как сложно было войти вот в эту королевскую семью и в эти традиции И причем ритуалы же еще очень разные у мужчин и у женщин И с ритуалами и традициями мы сегодня еще сейчас разберемся Но пока хочу сказать, что Skyeng проводит исследование, чтобы разобраться, как обучение у мужчин и женщин отличается Если оно вообще отличается Как мы фокусируемся на образовании Что влияет на наш выбор преподавателей Много чего еще, мы вот это все пытаемся проанализировать Поэтому нам очень нужны ваши ответы А мы в обмен подарим, во-первых, инсайты, советы и, собственно, результаты исследования А во-вторых, плюс три бесплатных занятия при первой оплате будут доступны каждому, кто это исследование пройдет И нам поможет в том, чтобы собрать ваше мнение А среди всех участников опроса мы разыгрываем еще восемь бесплатных занятий Это вообще кайф Так что переходите по ссылке в описании, поможем друг другу стать лучше и продуктивнее А я пока вам расскажу все-таки про членов королевской семьи Итак, о самой резонансной части интервью Меган Маркл – американка Что само по себе может вызвать разночтение в консервативном британском обществе Так вот, кроме этого, мать Меган Маркл – афроамериканка И Меган в интервью предсказала, вот, наверное, самый такой распространившийся по всем медиа отрывок Что в королевской семье переживали, какого цвета будет ребенок будущий Меган и Гарри Как сказал принц Гарри, все эти темы немножечко awkward, неловкие Неудивительно, что они вызвали такие споры, разногласия Уже после интервью Меган и Гарри уточнили, что вот эти вот, как бы, российские высказывания По поводу цвета ребенка были не от королевы и не от принца Филиппа А еще чуть позже принц Уильям, брат Гарри, сказал, что они вообще не расистская семья Точнее Ну, короче, участников королевской семьи, которые еще не сказали, чур не я Осталось очень немножечко, круг сужается, ведь, возможно, мы все-таки узнаем скоро, кто же это был Ну, естественно, когда они сказали, что very much not a racist family Сразу начались мемы, попытки доказать обратное, которые не очень-то сложно вообще сделать Потому что вот Died Prada, мои любимые, выложили прям несколько stories о том, как, например, они приезжают в другие страны Я, конечно, понимаю, что жители Туала, как бы, выражают свое гостеприимство, встречая гостей, прибывших через море Если меня заставили бы так выражать гостеприимство всем гостям, которые ко мне приходят домой Я, как бы, вообще, мне кажется, никого бы в гости не взяла И те, кто обвиняют королевскую семью, говорят про то, что вот эти все традиции Многие пошли из британского колониализма, а и с традициями с этими они не особо-то и борются Хотя, как бы, надо бы Вот это не золотой ершик, конечно С одной стороны, торшер это, может быть, иногда просто торшер И если так вот искать, то атланты, которые держат дома в Питере, это тоже отсылка к рабству Короче, атланты не похожи на тех крестьян, которые в крепостном праве были в России, понимаете? То есть отсылка не очевидная А вот этот торшер прям очевидная Вообще, Меган за время жизни в Англии очень много раз сталкивалась с расизмом от разных таблоидов И судя по тому, что Меган рассказала, как раз вот ненависть СМИ к ней Стала одной из причин того, что они решили покинуть королевскую семью Классное выражение Типа раздражающие такие бесячие сплетни В общем, из-за СМИ герцоги Сассекские чувствовали себя очень некомфортно И семья не хотела предоставлять как бы защиту их сыну Арчи А после Мегзита уже и сами Меган с Гарри Короче, они себя ощущали очень некомфортно Ну и короче, несмотря на всю скорость ситуации и как бы события последнего года Люди принялись обшучивать факт расизма в королевской семье Это жестоко Тоненько Типа не видим, не видим Чувствуете, да? Ну короче, ситуация накаленная Едем дальше Еще одной очень важной темой интервью стали суицидальные мысли Меган На нее давили СМИ Она все должна была делать по протоколу У нее, по ее же словам, забрали паспорт, права и ключи Она не могла путешествовать столько, сколько захочет Получится, последний год мы все немножечко Меган Маркл Из какой семьи мне нужно уйти? Блин, вот это сейчас очень плохая шутка Ну и короче, в итоге, осознавая свою проблему и дискомфорт Герцогиня Сассекская обратилась в HR отдел Да, в королевской семье есть HR отдел Вообще, Меган несколько раз в интервью называла королевскую семью Короче, они просто сбежали как бы от офисной работы Безумно важное словосочетание в наше время Mental welfare Я как-то даже немножечко неловко себя чувствую, что использую чувство Меган Как учебник по английскому, простите Это моя работа Вообще, вся вот эта вот интеллигентная холодность, судя по всему Стала большой проблемой для горячей американки Маркл С ней себя вели отстраненно, не беспокоились о эмоциональном состоянии И в какой-то момент Гарри и Меган решили сравнить свою ситуацию с той, в которой была принцесса Диана Мама Гарри И тут Гарри подарил нам еще одну классную фразу английскую Возвращаясь к чему-то Ну и прекрасное чувство Оно облегчит вам жизнь, если вы его еще не знали Так вот, Меган жаловалась, что на ее эмоциональный стенд никто не обращает внимание Все ведут себя очень отстраненно и холодно И на это королевская семья ответила достаточно отстраненно и холодно Чтобы вы понимали, тут ответ на официальном бланке Прикиньте, вы маме такой Блин, мне так грустно, меня обижают в школе И она тебе говорит, хорошо Как бы немножечко напоминает какой-то тонкий троллинг Но в целом это особенность этой семьи Она реально существует как институт Это не просто мам, папа, бабушка Это типа как Госдума, блин Короче, хватит о грустном Потому что у Меган Гарри теперь все в целом замечательно Они обосновались в Калифорнии, заключили контракт со Spotify, с Netflix Основали компанию по производству контента, ждут ребенка, второго девочку Они теперь даже смогли узнать пол ребенка заранее Не так, как было с Арчи Но, конечно, опру интересовали отношения Меган Гарри и королевской семьи после всего, что случилось С королевой Гарри утверждает, что общался больше, чем когда-либо за последний год В общем, можете выдохнуть, королева прекрасна во всех отношениях даже в этом интервью А вот с остальными членами семьи все не так гладко Так что запомните, обычная любовь уже не канает Теперь нужно Типа любить до каждой вот каплюшечки Даже если вы По-русски красиво можно было бы сказать, что типа по разные стороны баррикад Но вообще на разных дорогах, на разных путях В общем, Уильям и Гарри реально оказались очень непохожими в мировоззрении И еще там обсуждалось отношение Гарри с его отцом, принцем Чарльзом Иногда вообще казалось, что все это интервью сделано для того, чтобы бросить тень на принца Чарльза Потому что королеву прямо очень упорно от всего обеляли А принца Чарльза, который все никак не может стать королем Во всем вообще, вот как бы он оказывался крайним И Гарри сказал, что они в последнее время вообще не особо разговаривают Потому что Чарльз перестал брать трубки С другой стороны, кто вообще сейчас разговаривает по телефону? Может, Чарльз реально в телеге просто ждет от него Сообщение, что ты там? Звонки Вообще неудобно Короче, не все супер гладко в отношениях в королевской семье И возможно даже кажется, что как будто Меган с Гарри Что-то слишком много этого всего начали выносить из избы Сходите к семейному психологу Ну не знаю, с другой стороны, какие-то вещи в обществе нужно показывать, чтобы их менять Знаете, что не приложено? Что абсолютно точно мы все с вами сойдемся и заценим? Мем Блин, это, кстати, правда Вот это Дисней Опера just woke up one day and was like You know what? I'm bored Let me take down the British monarchy Мне нравится как лэмэ Let me Типа лэмэ Life's so hard I can't relate Anyone who says Меган is acting Listen, if she was that good at acting The peak of her career wouldn't have been sooth Drop the mic Просто Записываем следующий сезон Короче, в целом интервью вызвало, конечно, пипец шумиху И очень многие встают на сторону Меган Маркл Многие говорят, что они половину придумали Или вообще-то не совсем уж глобальные трагедии Опрос YouGov в Британии показал, что 48% британцев Отрицательно относятся к Гарри, а всего 45% положительно При том, что до интервью за Гарри выступал на 15% больше людей То есть вот как бы после этого интервью он как сплетник Потерял баллы, доверие А с Меган все еще грустнее, 58% ее осуждают Причем большинство британцев, а 18-24 года Любят Меган и Гарри А те, кому за 65% по большей части испытывают к ним негативные чувства Но это логично Типа консерватизм И тут как бы тикток Поэтому мне очень интересно, что думает Джордан на эту тему И раз уж у нас есть его телефон Настоящего британца Давайте мы ему сейчас и позвоним Собственно, что он нам расскажет Посмотрим Какие у тебя ощущения вообще в целом? Мне их жалко, я им сочувствую Но, допустим, Гарри и все принцы, они всю жизнь живут Как будто они какие-то экспонаты в музее И причем это такая закрытая прозрачная тюрьма Слушай, но с другой стороны Мне кажется, что это как жалеть детей в семье Кардашьян Они от этого очень много получают Да, но на самом деле у них все равно есть возможность выбраться Они могут отвлекаться от всего этого А как королевская семья, если ты член королевской семьи Если ты будешь отвлекаться от престола, допустим Это огромнейший стыд И на самом деле они просто люди, как и мы все У них проблемы Просто как будто бы кажется, что немножечко too much они рассказали Мне лично Вот И может быть это как-то поэтому Так все похоже на шоу Андрея Малахова, знаешь Когда вот типа Вот это наша бабушка, она в студии И вот она там выходит и рассказывает свое мнение Насчет какой-то семейной ссоры Ну типа, что мы вообще даже и знать не должны Ну из тех, кому равнодушно А из тех, кто ну конечно Зачем они вообще все это затеяли Из этого они сильно выручили, наверное Потому что они сейчас получат всякие, не знаю Сделки с Netflix Типа для того, чтобы что-то записывать И снимать какие-то сериалы, не знаю Да, я думаю, что коммерчески они это прикольно смогут использовать Слушай, а из всего вот этого интервью для тебя лично Что было самым удивительным? Типа чего реально? Про цвет кожи, арчи Мне кажется, это даже не сама королевская семья А вот это сама институция То есть как, ну, сама корона как символ То есть они должны, ну, выдерживать И сохранять этот такой имидж Такой образ самой королевской семьи Слушай, а как ты думаешь Вообще будут какие-то последствия для королевской семьи Как для института после этого интервью? Им придется что-то официально пересмотреть Там вплоть до интерьеров домов Из-за того, что сейчас Начали у них там замечать старшеры В виде темнокожих мальчиков Типа придется ли им реально Сейчас изменить что-то в этом институте? Или все забьют? Все забьют, потому что СМИ Имеют столько сил Столько ресурсов Мне кажется, они Они как-то воспользуются Ну, всеми силами для того Чтобы обойтись этой ситуации Чтобы все забить, покрыть Причем, мне кажется, немного, не знаю Подозрительно, что, конечно Вела интервью Опра Winfrey Она, конечно, после этого Опять же стала королевой мемов Столько мемов про нее сейчас Да, 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 да Распространяются Ну, да, и поэтому оно было такое Про поколение Z как будто Ну, вот, про либеральное Потому что и интервью брала американка И, как бы, которая вообще Вообще не может так разделить Любовь к этим всем традициям Если бы, наверное, у них брал интервью Какой-то британский журналист Который прямо в теме, в теме Вполне возможно, что это все было бы иначе Да, может быть Ну, короче, очень интересно было послушать Что ты имеешь на этот счет сказать Поэтому спасибо тебе большое Что ты у нас есть Чтобы этим экспертным мнением поделиться Короче, теперь вы знаете про это интервью Все и даже больше Но я продолжу следить за событиями Держать вас в курсе Но и вам тоже нужно подготовиться Например, научиться шутить на английском Потому что в следующий раз я и ваши мемы Разбирала в сценарии И специально для этого 8 апреля Будет мой вебинар в Skyeng Я прям буду сидеть и с вами болтать И там буду рассказывать про то, как Строится английский юмор Как научиться шутить по-английски Как обычно носители шутят И как они, наоборот, бесятся От какого юмора Будет очень много британского сарказма Ну, конечно, американский тоже разберем Возможно отчасти для того, чтобы понять, что Британский лучше Короче, это будет самый смешной вебинар на свете Поэтому обязательно записывайтесь У нас будет предрегистрация Потому что количество мест ограничено Чтобы мы технически могли вывести этот вебинар И все красиво сделать, чтобы ничего не слетело Поэтому регистрируйтесь по ссылке А я вас буду ждать в All Time с вами в прямом эфире Ну, а чтобы я в хорошем настроении пришла на этот вебинар Обязательно ставьте лайк этому видео Потому что мне будет очень приятно И подписывайтесь на канал Потому что мы тут очень много всего обсуждаем Такого важного С вами была Таня Старикова Онлайн-шкал английского языка SKN И нескучный английский Goodbye See ya